Какая роль кальция в организме? Сколько кальция надо получать в день? Что бывает при недостатке кальция? Какие последствия избытка кальция? Какие продукты содержат кальций? Смотрите видео до конца и узнаете, что хуже, много или мало кальция. Перед просмотром видео хотим поприветствовать всех посетителей канала и пригласить подписаться на канал. Кальция относится к одному из довольно распространенных элементов на планете. Его роль в нормальной работе человеческого тела и головного мозга велика, но избыток кальция как недостаток могут привести к тяжелым последствиям. Давайте разбираться. Какая роль кальция в организме? Ученые подсчитали, что в теле человека содержится примерно 20 грамм кальция на каждый килограмм его веса. То есть при массе тела 70 килограмм кальция приходится почти 1,5 килограмма. В основном кальций локализуется в костной ткани, формирует основу прочности костей. Около 2% кальция участвует в различных биохимических реакциях, происходящих в плазме, мышцах, межклеточной жидкости. Кальций играет важную роль в сохранении здоровья человека. Его основные функции следующие. Поддержание нормального уровня плотности костей и упругости сухожилий и хрящей. Обеспечение правильного ритма сердца. Поддержание необходимого уровня артериального давления. Сохранение упругости сосудистой стенки. Выведение избытка холестерина из крови. Участие в кроветворении и синтезе гормонов. Уменьшает сенсибилизацию и снижает аллергический настрой. Укрепляет нервные клетки. Улучшает состояние волос и ногтей. Поддерживает иммунитет. Кальций является необходимым элементом для многих метаболических реакций. Он способствует нормальной жизнедеятельности каждой клетки. Сколько кальция надо получать в день? Количество необходимого кальция колеблется в зависимости от возраста и особенностей состояния человека. Взрослому необходимо получать в сутки тысячу-две тысячи миллиграмм. Количество потребления кальция возрастает в период беременности и при выраженных физических нагрузках и составляет около трех тысяч миллиграмм. Детям количество кальция определяется возрастом и растет вместе с ростом и возрастлением ребенка. Если на первом году жизни оно составляет 200 тысячу миллиграмм, то в 9-18 лет полторы-три тысячи миллиграмм. Такие высокие показатели определяются периодом роста костей и зубов, формированием не только скелета, но и развитием организма. Что бывает при недостатке кальция? Если кальция не хватает, то у детей перестают правильно формироваться кости, замедляется рост, отмечается позднее развитие. У взрослых для проведения различных биохимических реакций организм начинает доставать кальций из костей, поэтому формируется остеопороз, то есть разрежение костной ткани. Это приводит к повышению хрупкости костей, способствует возникновению переломов даже при малейших ушибах. Также недостаток кальция влияет на зубы, у детей развивается замедление роста и обмена зубов, формируется нарушение структуры зубной эмали, развивается кариес, у взрослых происходит разрушение зубов. Помимо отрицательного влияния на кости и зубы, недостаток кальция замедляет работу эндокринных желез, отмечается снижение иммунитета, ухудшение работы сердца, колебание артериального давления. Какие последствия избытка кальция? Высокий уровень кальция в организме не является хорошим достижением и не приводит к улучшению состояния здоровья. При повышении концентрации кальция отмечаются различные нарушения и выявляются следующие отклонения. Образование кальцинатов в почках, отложение избытка кальция в стенках сосудов, в результате которого теряется эластичность и возникают условия для формирования тромбов. Повышение свертываемости крови, образование участков кальциноза в мышцах и органах, приводящих к нарушению их функций. Уплотнение хрящей и сухожилий, приводящих к тугоподвижности суставов, болям и воспалениям, нарушение работы нервных клеток, мышц, развитие анемии вследствие замещения кальцием железа. Избыток кальция приводит к появлению большого количества проблем со здоровьем, впрочем, как и недостаток. Именно поэтому стоит очень внимательно относиться к продуктам, а особенно пищевым добавкам и медикаментам, содержащим кальций. Отмечено, что употребление продуктов с высоким содержанием кальция не влияет настолько серьезно на его концентрацию и не приводит к пагубным для здоровья последствиям гиперкальциемии, которая бывает при употреблении различных медикаментов и добавок. Именно поэтому стоит поддерживать уровень кальция употреблением продуктов, а не дополнительными средствами. Какие продукты содержат кальций? Присутствие кальция в продуктах и возможность усваивания его еще определяется наличием фосфора и витамина D. Продуктами, позволяющими поддерживать нужный уровень кальция, являются морепродукты, молоко и все молочные продукты, сырые яйца, свежие овощи и зелень, фрукты, бобовые и орехи. Правильно подобранное питание, рациональное использование продуктов, преобладание растительной пищи позволит сохранять концентрацию кальция в нужных пределах в любом возрасте. Помните, что таблетки с кальцием могут оказать нежелательный эффект и стать причиной заболевания.